Общественные деятели должны принимать активное участие в жизни северного региона, чтобы сократить информационный разрыв между бизнесменами и населением. В первой такой поездке они вместе с Кумаром Аксакаловым посетили предприятие Таиншинского района. Общественникам рассказали, из чего производят колбасные изделия, что такое биоэтанол и почему он полезен, а еще о планах по расширению свинокомплекса ЕМС Агра. Как прошла поездка, расскажет Илья Кудряков. Свинокомплекс ТО ЕМС Агра свою работу начал в 2018 году. Тогда проектная мощность составляла всего 25 тысяч голов. В 2019 предприятие расширили и вывели на новые показатели в 50 тысяч. В прошлом году завершили очередное расширение уже до 100 тысяч поросят. А это 10 тысяч тонн мяса свинины в год. Ежегодные обновления предприятия говорят о том, что оно не стоит на месте, а с каждым разом приносит все больше пользы североказахстанской области. Данное предприятие ЕМС Агра, оно такой комплекс получается полного цикла. То есть от воспроизводства собственных поросят, от корм. Значит, в полутора километрах отсюда находится здание от корма, которое мы тоже расширяли. Потом уже откормленные поросята, порядка 115-120 килограмм живой массы, переводится на мясокомбинат, где происходит забой, обработка и уже производство мяса в тушах, производство различных мясопродуктов, типа колбас, деликатесов, которые реализуются. Реализуют свою продукцию в Тайнше, Петропавловске, Кокшетау и в ближайшее время откроют магазины в столице Казахстана. Но вот выйти на экспорт предприятие не может уже несколько лет. Долгое время велись переговоры с Китаем. Там самая большая потребность в продукте. Но успехом они не увенчались. В связи с тем, что началась пандемия, уже практически два года будет, они там настолько все ограничили. И вывоз людей, вывоз оборудования. Но это очень сложно. Сейчас немножко потихоньку вроде бы восстанавливается эта процедура и надеемся, что будет получше, будет полегче. Это связано в основном с пандемией. На сегодня доля импорта колбасной продукции составляет 32%. После выхода производства на 200 тысяч голов показатель получится снизить. Экологически чистый и натуральный продукт. Со свинокомплекса «Поросят» привозят на мясокомбинат, где производят забой и изготовление мяса, колбасных изделий и полуфабрикатов. Пока насчитывается 49 наименований готовой продукции. В дальнейшем планируется увеличение. Вся продукция из свинины и говядины, никакой курицы, я вас пока заверяю, никакой курицы мы не используем, только чисто натуральный экологический продукт. Это наше мясо, мы им пользуемся. Сейчас, на данный момент, на среднего потребителя очень хорошо продается зельц, чудесная колбаска в виде холодца, пользуется спросом. Недавно мы запустили в продажу чесночную колбасу, тоже на средний сегмент, на среднего потребителя. Хорошо. И ливерная колбаса. Если бытует такое мнение, что ливерная колбаса – это то, что нет, собрали, то и положили. Заверяю вас, что это совсем ложная информация. Здесь идет у нас 50% ливера, то есть неважно, свинина или говядина, и плюс какой-то бульон добавляем. Еще одно предприятие, с работой которого ознакомились общественники – это Biooperation. После восьмилетнего простоя ТО за несколько лет вышло на неплохие показатели. Занимаются здесь производством гликовины, крахмала. В этом году начнут изготавливать муку. А в 2021-м запустили линию по производству биоэтанола – экологически чистого продукта, безвредного для окружающей среды. Объем за прошлый год составил чуть больше 3000 тонн. После получения международного сертификата качества заинтересованность в североказахстанском продукте проявили в Турции, Финляндии и других странах Европы. Планы обширные, начало года только есть, но мы четко уже видим, что рынок готов для того, чтобы объемы нашего производства увеличились. И при этом, что биоэтанол очень многих стран заинтересовал именно как экспортный продукт, потому что сейчас во всем мире идет такая тенденция, что замещают биоэтанол, все больше и больше пользуются для топливных присадок и для производства топлива, то есть для автомобилей. Поэтому мы получаем предложение со всего мира сейчас. В этом году перед предприятием стоит задача произвести 10 тысяч тонн биоэтанола. Год начался удачно и на сегодняшний день показатели уже составляют больше 800 тонн. Это важнейший экологический проект для нашей страны. И сейчас предприятие работает с заводами для того, чтобы его поставлять. Биоэтанол. На наших заводах применяется метанол. А метанол – это как раз таки продукт, который как раз таки все эти выбросы в атмосферу создает. Все эти загрязняют. Воздух – метанол. Мы должны использовать биоэтанол. Тогда воздух будет чище намного. Развитие таких крупных предприятий дает мощный толчок экономике области, вследствие чего и улучшается жизнь местного населения, подытожил Кумар Аксакалов. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Служба новостей.